Музыка Мне очень хочется поговорить о самом важном событии, которое произошло в истории человечества. С одной стороны, тема широко известная, с другой стороны, есть аспекты того, что сделал Христос, которые мы либо мало понимаем, либо мало им придаем значения и мало пользуемся, соответственно, тем, что мы имеем во Христе. Я считаю, что у верующих людей, у христиан, есть три основных преимущества или святыни, три причины, за которые можно бесконечно всегда благодарить Бога. Первое – это кровь Иисуса Христа. Без этого шансы на завет с Богом, на сближение со святым Богом равны нулю, потому что Бог святой, человек грешен. И первое, и второе – правда. И шансы на сближение с Богом равны нулю. Это невозможно. И именно кровь решает эту проблему, об этом мы сегодня поговорим. Вторая святыня наша, которая нам доступна, которая в нашем распоряжении – это Дух Святой. Господь послал Духа Святого. Дух Святой расширяет наше сознание. Дух Святой говорит прямо в наш Дух. Наш разум, он как сторонний наблюдатель. Наш разум, Бог не через разум работает, Бог через Дух работает. А разум только со стороны, как бы, наблюдает за этими процессами. Что-то может объяснить, что-то не может объяснить. Потому что, когда Дух молится, он молится неизреченными воздыханиями. Есть предел интеллекту нашему. Есть вещи, которые ты можешь объяснить, есть вещи, которые ты не можешь объяснить. Апостол Павел от третьего лица, как бы, рассказывает о человеке, который был восхищен в рай, слышал неизреченные слова. Наверное, он же понимал, если там слышал. Но когда возвратился в наш мир, он даже не пробует при его интеллекте, при его богатстве, познании, он даже не пробует объяснить, что он там слышал. Он просто, говорит, это человеку невозможно передать. То есть, есть такой уровень переживаний, да, именно переживаний, не информации, а именно духовных переживаний, настолько глубокий, что мы не способны это объяснять. Но Бог позволяет нам это переживать. И в этом тайна новой природы, и это нас изменяет. И в этом тайна церкви. Две тысячи лет, миллиарды людей следуют за Христом. И вы хотите сказать, что все такие грамотные проповедники? Нет. Ты смотришь по жизни, наверное, преимущественно большинство людей достаточно простых. Но есть какая-то сила в этом послании, в образе жизни, в новой природе. Невозможно обмануть миллиарды людей. Поэтому это второе, что мы имеем. Это Господь послал Духа Святого. Это наше богатство. Это наше сокровище. И третье – это священное писание. Это книга, книги, точнее сказать. Это собрание книг Ветхого Нового Завета, где собран опыт людей, разных людей. Очень разных людей. И очень разный опыт собран. Но мы можем сверять наши переживания с их переживаниями. Мы можем выравнивать наши богословские взгляды, наше мировоззрение, наше представление о Боге на основании того, как это понимал Авраам, как Бог открывался Моисею, апостолам, пророкам, патриархам. То есть это наше богатство. Потому церковь сегодня оснащена такими тремя важными благословениями. Крови Иисуса Христа – это Дух Святой, Которого послал Господь, и священные тексты, священные писания, которые даны нам и дошли до наших дней. Можем сказать слава Богу за это. Сегодня я хочу поговорить о том, что действительно сделал Христос. почему его миссия – это событие, которое, правда, имело место в истории, оно занимает такое значимое место не просто среди людей. Это не просто одна из мировых религий христианства. Это играет колоссальную роль перед лицом Бога. Сам Бог с этим считается. Ну, согласитесь, заставить Бога считаться с чем-то не так просто. Христос что-то сделал воистину великое, что имеет вес в глазах Бога. Но с нашей стороны, с человеческой, очень важна вера. Вера практически то средство, которое запускает этот механизм. потому, когда Павел говорил о приходе Христа в мир, он говорит, что Бог явился во плоти, он перечисляет там, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан народах, принят верою в мире. То есть, это очень важная часть, потому что он мог явиться и явился. Действительно, мы это знаем. Но если человек в это не верит, если он, то есть Христос, не принят верою, вот, вот, то процесс не завершается. Процесс спасения. Дело спасения не завершается. Поэтому вопросу веры со стороны людей уделяется очень большое внимание в ответ на то, что сделал Бог. И дьявол, как враг человеческих душ, больше всего будет бить в область веры. Больше всего из моего опыта и личного, и пастырского. Я утверждаю, что самые большие удары и атаки приходятся в область веры, когда человек верит или начинает колебаться в вере, или маловерный, или сомневается. В основном, вот там происходит вся борьба. И для тех, которые любят исследовать Библию, вам будет интересно узнать некоторые факты. Например, слово вера в русском синодальном переводе Библии употребляется 35 раз. Все 35 раз вера употребляется в Новом Завете. Не одного раза в Ветхом Завете. Я не сказал, что в Ветхом Завете не было понятия веры, но, ну, ну, ну. Разумеется, было, но я очень осторожен сейчас в своих выражениях. В Ветхий Завет отличается одного в основном законом. Закон был до пришествия веры. То есть, как бы, есть такое противопоставление самой модели, самой структуре Ветхого Завета. Там были свои особенности, свои условия, свои результаты, свой Завет, потому он и назывался тот Завет, в котором люди не справились с условиями, поставленным Богом. Приходит на смену Новый Завет. Христос берет чашу на Тайной Вечере и говорит, эта чаша есть. Новый Завет в моей крови, которая за многих изливаема. Итак, Ветхий Завет в основном был поставлен на условиях. Это договор. Завет, синоним слова Завет, это договор. Договорились, между Богом и людьми произошел определенный договор. Потому огромное количество раз, не помню, несколько, кажется, даже тысяч раз в Библии употребляется слово «если». Если ты будешь соблюдать, если ты, если то, то я тогда, если все заповеди, все постановления, кстати, обратите внимание, около 30 раз подчеркивается «все». Если ты все заповеди будешь соблюдать, все постановления, тогда придут на тебя все благословения. Если ты не будешь соблюдать все заповеди, То есть это неизбирательный подход. Я встречал людей, которые говорят, вот горцы, дегестанцы, они долго живут, потому что чтут своих родителей. Не согласен? То есть получается, человек может нарушать 9 основных божьих предписаний и заповедей, но если он чтит своего отца и мать, то Бог его наградит долголетием и счастливой жизнью. Не согласен? Получается, человек может быть безбожником, может быть грешником, может в других сферах жизни хулить Бога, но если он соблюдает заповедь с обетованием, то Бог его наградит, будет жить долго и счастливо. Не согласен? Если внимательно исследовать священное писание, то там именно стоит вопрос. Все заповеди и постановления придут на тебе все благословения. Если не будешь, все придут на тебе все сии проклятия. И они перечисляются, они действительно страшные, но я сейчас не об этом. Я пытаюсь показать модель Ветхого Завета, которая стояла на условиях, и люди хорошо понимали. И было две горы, горы Зим и Гевал, где шесть колен Израилевых на одной стороне, шесть колен на другой, и люди соглашались с условиями, которые выдвигал Бог. Все говорили, аминь, пусть будет так. Новый Завет, в Новом Завете пришла вера. Вера во что-то, это не надежда, это не просто желание. Вера, она основывается на слове. То есть, я дал слово, что в эти даты я буду у вас. Это называется вера. То есть, пастор Богдан поверил в слово, которое я дал. Если бы я слово не дал, сказал, ну, посмотрим по возможности. Это нельзя назвать верой. Это можно назвать надеждой. Можно сказать, мы надеемся, если получится. Может быть, он прилетит. Но если слово обетование, слово обещание, я обещаю, что я в эти даты буду, тогда мы говорим о вере, как о реакции на слово. Вера от слова, вера от слова, вера от слышания слова. Все люди Библии, которых мы называем людьми веры или героями веры, все до единого, все без исключения слышали Бога. Все. Мы не можем говорить о вере без слышания. Мы часто это звено упускаем. Мы говорим вера от слова. Правильно. Но между ними слышание, апостол Павел не зря подчеркнул, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Способность нашим духом слышать Бога, не просто воспринимать информацию, очень важная способность, потому что появляется тогда вера в ответ на слово Божье. Так вот, 35 раз в Новом Завете употребляется слово вера. Конечно, она вся связана с тем, что сделал Христос. Вера, как средство взаимоотношений с Богом, как путь вообще построить какие-либо взаимоотношения с Богом, она связана с тем, что сделал Бог. Если возьмете слово верою, склоняем слово вера, верою, кем-чем, верою, оно употребляется в Библии 56 раз, во всей Библии, в синодальном переводе, 56 раз. Сюрприз, 55 из 56 раз в Новом Завете, только один раз в Ветхом Завете слово верою есть. И вы знаете, что это за место? Праведный верою жив будет. Опять речь о Христе. То есть, все пророки, все праведники Ветхого Завета, все послания, они были направлены на Христа. Создается впечатление, что весь Ветхий мир, он жил взглядом в будущее. Мы сегодня живем совершенно в другом умонастроении. Мы живем, оглядываясь на Голгофу, на крест. Мы живем с той информацией, которая нам возможна, доступна. Ветхий мир, они жили в будущем. Все пророки, пишет апостол Петр, сколько их ни говорило, предвозвестили дни Иисуса Христа, дни сии, возвещая Христово страдание, последующие за ними славу. Еще один момент. Верующий, если вы возьмете слово в русском синдальном переводе Библии, слово верующий, 26 из 27 раз в Новом Завете и один раз в Ветхом Завете полагаю в Сионе камень, и будет всякий верующий в него, не постыдится. Опять речь о Христе, пророческое послание о камне, на который мы опираемся. Итак, мы подходим ко Христу и к Его миссии. Мы говорим о каком-то камне, краеугольном, который положил сам Бог во главу угла. Мы можем проповедовать за этой кафедрой массу нужных полезных вещей, но есть вещи краеугольные. И обидно, когда строители, речь идет о лидерах Израиля того времени, они не распознали в этом камне ничего ценного. Они выбросили этот камень, который Бог положил в основание своего строения. Но этот камень настолько важен, что к нему надо подходить только верою. Если ты не приходишь к нему верою, в то, что Бог его послал, в то, что он Сын Божий, в том, что он совершил подвиг спасения, то ты либо разобьешься, потому что так написано, всякий, кто упадет на этот камень, разобьется. Я видел людей, которые разбиваются, и вы видели. Если же на кого-то упадет этот камень, того раздавит. То есть, каждый человек, встречаясь с Христом, стоит на рубеже, на перекрестке. После этой встречи, как писал когда-то Водневский Николай, «Душа, как птица, ищет хлеба, этот хлеб дает ей Бог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог». Встреча с Христом не оставляет без ответственности никого. В этом смысле это самая ответственная и самая роковая встреча. Встреча с Христом. О чем хотелось бы сегодня особенно сказать? Разговор с нами, с церковью, с верующими людьми. Мы очень часто полагаемся на свои ощущения и свои переживания. Сегодня можно часто встретить, когда люди говорят о своих чувствах. Чувства важны. Я верю, что Бог позволяет людям себя переживать на уровне чувств, на уровне ощущений. Человек переживает Божью любовь, переживает радость, переживает мир. Абсолютно согласен. Но мы так много иногда придаем значение чувствам, что они становятся ведущими. Они играют ведущую роль. Многие, особенно молодые люди, слабо знают Писание и сильно опираются на чувства. Я не чувствую, что Бог меня любит. И человек в истерике, и человек плачет. Я не чувствую, что Бог меня простил. Сколько раз я говорю с такими людьми, послушай, мы сейчас не о чувствах. Мы в основании должны брать не чувства. Мало чего ты чувствуешь или не чувствуешь. Ты можешь обмануться и в первом, и во втором. Ты можешь чувствовать, что Бог тебя простил, а Бог тебя не простил. Ты можешь не чувствовать, что Бог тебя простил, а Бог тебя давно простил. Потому чувства не могут быть основанием истины, если уже мы говорим об истине. Что же может быть основанием истины? То, что сделал Христос и что ясно представлено в Священных Писаниях. Если у нас есть право на чувства, то они должны исходить из того, что сделал Христос. И его работа должна вызывать в нас соответственные чувства. Или если мы поступаем против Христа, то Дух Святой будет вызывать в нас соответственные чувства. Тревоги, беспокойства, будет влечь нас к покаянию. Абсолютно согласен. Но это как бы второстепенное действие, вытекающее из того, что сделал Христос. Потому Священным Писанием и работе, подвигу Христа должно отдаваться абсолютное предпочтение. Для этого нужно исследовать Священное Писание. Смотрите, на что я обратил внимание. Бог еще с Израилем, со своим народом, начал развивать эту идею веры. Идею веры в то, что Он сам делает. Когда мы говорим о младенческом возрасте в христианстве, то это как младенец. Чем отличается младенец от взрослого человека? Вокруг младенца все танцуют. Все ему угождают. Прав он, не прав. Взрослые люди, папа и мама, угождают ему, потому что он младенец. По мере возрастления мы пытаемся объяснить нашим детям, что кроме твоей воли и интересов, и капризов, есть еще воля родителей, есть еще воля минимум 7 или 8 миллиардов людей на земле. Ты же не центр вселенной, да? И он начинает как бы жить с учетом другой воли. Когда Израиль вышел из Египта, они были младенцами. Они были раздавлены. Они видели только насилие. Их волю никто во внимание не брал. И Бог хотел вернуть им вот это достоинство. Я на вашей стороне. Я за вас борюсь. И он как настоящий отец демонстрировал свою силу, славу, знамения перед всем Египтом, перед всем тогдашним миром. Но любые взаимоотношения, драгоценные друзья, любые взаимоотношения с Богом или друг с другом, они развиваются. Им свойственно развиваться. Если это здоровые отношения, они развиваются, прочнее становятся. Мы больше и больше доверяем человеку. Если это нездоровые отношения, и нас подвели, обманули второй, третий, пятый раз, мы уже не доверяем человеку. Потому что мы строим отношения не с системой, мы строим отношения с личностью. Так вот, Бог доказывал Израилю, что я на вашей стороне. Я лично в вас заинтересован. Вы избранный народ. Я 400 лет назад вашему прадцу Аврааму обещал, что вы будете в плену 400 лет. Я вас выведу. То есть, все сходилось. Но Бог тоже рассчитывает на взаимность. Бог тоже рассчитывает на веру. Потому когда три дня нет воды, начинает проявляться сущность людей. Настоящее отношение к Богу. Мы проявляемся, наша вера, наше хождение с Богом проявляется в сложные периоды жизни. Сто процентов. Это как экзамены в школе. Я год сижу, учусь, слушаю лекции, записываю, читаю. Но в конце у меня спросят, что ты понял? Не как долго ты учился, а что ты понял? Так точно есть периоды. Просто экзамен. Давайте проверим, что понял Александр. Или Степан, или Василий, или Мария. И Бог допускает такую ситуацию, что нет воды. И начинают люди вот эти гипотезы, предположим. Вы вывели, а вы это кто? Вы вывели нас погубить сюда. Вы это кто? Это имеется в виду Бог и Моисей. То есть вы в сговоре. Вы, простите, подлецы. Вы предатели. Представляете, какая гниль? Как можно к такому додуматься на фоне стольких чудес? Почему у вас нет веры? Почему вы вдруг допускаете такую мысль, что Бог вас предал? Потому что у вас вторые или третьи сутки нет воды. Но в эти моменты проявляется сущность людей. Поэтому люди делятся всегда на верующих и неверующих. Все люди делятся. Апостол Павел пишет, что все эти люди были под облаком. То есть все видели Бога, слава Боже. Все прошли сквозь море. Представляете, все до единого были очевидцами сверхъестественного. Все крестились в Моисея. Все ели манну. Все пили духовно. Все, все, без исключения. Все сто процентов. Но не о многих из них благоволил Бог, потому что они поражены были в пустыне. Потому что они роптали. А что такое ропот? А ропот – это озвученное неверие. Ропот – это котел внутренний. Это кратер, который у тебя начинает булькать, кипеть, как чайник. У тебя куча претензий. Ты заводишься. Ты уже бормочешь под нос. Ты уже Богу начинаешь. Потому что Бог последний в очереди. Сразу президент, пастор, жена, муж. Они виновники твоих неудач. Но последний в очереди всегда будет Бог. И в этом отношении верующим опаснее, чем неверующим. Потому что неверующие хоть Бога не винят. Они в него просто не верят. Верующий обязательно обвинит Бога. Потому что Бог – это конечная инстанция. Таким образом, вот это неверие – это страшное состояние. И оно очень ранит Бога. Я представляю, как бы это ранило меня. Поэтому в определенный момент, когда они шли через пустыню, мне кажется, это был в первый раз такой эксперимент, если так можно назвать, в одной местности их начали жалить змеи. И они как привыкли? К Моисею. Все бегут к Моисею. Помолись Богу, чтобы удалил змей. Моисей молится Богу, как всегда. И Бог, в отличие от всех предыдущих случаев, когда сразу решал проблему, как бы бежал к деткам, которые просили чего-то, боялись чего-то, капризничали. А Бог говорит – сделай медного змея. И что? Подними на шест, чтобы видели его со всех концов стана в этой равнине, где вы остановились. И всякий, кто с верою… Что? Как? Всякий, кто с верою посмотрит на этого змея, останется жив. Как это понять? Что это значит с верой, без веры? Причем здесь медный змей? Извините, условия диктую я. Здесь я определяю условия. У вас остается выбор только соглашаться с моими условиями, либо не соглашаться. От этого напрямую зависит ваша жизнь. Будете вы жить или нет? И вот стан делился, понимаете, делился на верующих и неверующих. Потому что одни люди привыкли доверять Моисею, как на посланнику от Бога, привыкли доверять Богу, который всегда был на их стороне. Если Бог обозначил такие условия, значит, оно работает. И человек смотрел на этого медного змея, и яд перестал действовать его крови. И, о чудо, человек выбирался из проблемы и оставался в живых. Другой, его родственник, не верил. Ну, как это может быть взаимосвязано? Яд, который подступает к твоему сердцу, парализует твою нервную систему, и этот медный змей, какая может быть между ними взаимосвязь? Ну, вот это и есть логика неверующих людей. Потому Бог уже тогда делал акценты на вере людей. И Христос приводит в пример медного змея и говорит, как Моисей поднял змею в пустыне, так должно быть поднято сыну человеческому. Проводит параллель. Сын человеческий будет поднят на крест. И что? И это станет центральным событием и основной дорогой спасения для всех верующих. Как? Каким образом? Там же в Египте, когда они были, Господь сказал, приготовьте ягненка. И исход 12.12. Хочу быстро прочитать, показать вам этот текст. Книга исход 12.12. Господь говорит, я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. Над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас, внимание, и будет у вас кровь знамением, сайн, знаком, будет у вас кровь, знаком, на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. Интересные условия, для всех одинаковые. Господь сказал, что не будет знаком ваша национальность, потому что с Моисеем из Египта вышло много разноплеменных народов, написано в книге исход. То есть это не были только евреи. Бог не националист. Бог есть Бог, человеколюбивый. И Петр сказал, Бог не смотрит на лицо человека. Истинно познаю. Бог не лицеприятен. Петр, ты серьезен? Ты сейчас только первый раз это понял, когда зашел в дом Корнилия, Сотника? Ты первый раз понял, что Бог не лицеприятен? Наверное, Петр бы сказал, нет, ну я и раньше знал, что Бог не лицеприятен. Но не до такой степени, чтобы римлянин, оккупант, который на нашей земле здесь, язычник, чтобы на него сошел Дух Святой. А как это объяснить? Поэтому, да, Бог человеколюбивый. Еще с Египта, с Израилем вышло много разноплеменных народов, если внимательно читать книгу Искот. Там даже египтяне чтили Моисея. Моисей был в большом почете. И когда Моисей говорил, там град будет, некоторые египтяне тоже скот забирали с полей, потому что они видели Бог с этим человеком. Хотя они были египтяне, язычники. Поэтому Бог сказал свои условия, и в ту ночь в Египте была смерть в каждом доме. В каждом без исключения. В египетском, в еврейском, в каждом доме была смерть без исключения. Начиная от раба, который мучился где-то в подвалах, там в цепях, заканчивая фараоном. В каждом доме была смерть. Разница только была в том, что в одних домах умирали люди, а в других ягнята. И все. Потому ангел-губитель проходил и смотрел на кровь. Он не смотрел на твою национальность, он не смотрел на твою набожность, он не смотрел, как долго ты молился в последний месяц, насколько ты порядочный или не очень порядочный человек. В ту ночь роль играла только кровь, ягненка. Точка. Если ты это сделал, ты оставался в живых. Если ты этого не сделал, даже если ты хороший человек, намного лучше других, ты погибал. Первенцы в твоей семье погибали. И вот эта тема крови, тема жертвы, заместительной, она остается центральной в Библии и обидна, когда она уходит с повестки дня, как Павел сказал, мы проповедуем Христа распятого. И вот что есть такое в Христе распятом? Время быстро убегает. Я хочу предложить вам важный текст из 16 главы книги Левит. В чем важность этого текста? В том, что глава начинается сразу после того, как Аарон, первосвященник, хоронит двоих сыновей. Тяжелейший удар в один день потерять двух сыновей. И это не просто несчастный случай случился, это Бог поразил, сам Бог поразил этих двух людей. И у Аарона, ну, если бы мы его видели на тот момент, у него страх, страх иметь дело с Богом, потому что люди в не в надлежащем состоянии пришли перед лицом Божьим. и у него страх, а он первосвященник. А что это значит? А это значит, что он единственный, у которого есть не просто право, а у которого есть заповедь раз в году входить во святое святых. Чтобы было понятнее, мы часто шаблонно говорим, понимаете, Бог как бы локализовал свое местонахождение, Бог ограничил свою везде сущность, конкретным адресом. Это было скини, кстати, очень маленьких размеров. И это был внешний двор, потом были всякие процедуры очищения, по мере того, как ты заходишь туда, во святилище, а во святое святых никто, никогда не имел права заходить. Там стоял ковчег, вы это все знаете, не буду тратить время. Только первосвященник, раз в году. И ему пришивали там яблочки, какие-то колокольчики чтобы хотя бы люди извне слышали, вообще он жив или он уже не жив. И Аарон был напуган, потому 16 глава послания к левитам или левит начинается с того, что Бог три раза повторяет одну и ту же фразу, чтобы тебе не умереть, ты должен что-то сделать перед тем, как заходишь во святое святых. Самое присутствие Бога. Ты должен что-то сделать, чтобы тебе не умереть. Выборочно читаю с первого стиха. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Господня, умерли, и сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть». Ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Во святилище. Во святилище. Не во святое святых, а во святилище с тельцом. То есть он идет с жертвой перед тем, как войти во святое святых. Шестой стих. Шестой стих. «Принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой». Четырнадцатый стих. «И возьмет крови тельца и покрапит перстом своим на крышку спереди и перед крышкой семь раз. Покрапит кровью с перста своего и закулит козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его за завесу и сделает с кровью его, то есть с кровью козла то же, что делал с кровью тельца, а именно покрапит ею на крышку и перед крышкой и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и преступлений их во всех грехах их я пропускаю часть текста нет времени 29 стих и да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой год в десятый день месяца простите в седьмой месяц в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте ни туземец ни пришлец поселившийся между вами потому что в этот день очищают вас чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших чтобы вы были чисты перед лицем господним 34 стих и да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году обращаю ваше внимание на то что эта процедура делалась однажды в году и для всех это был день искупления и опять же мы сегодня большое ударение делаем на то как мы себя чувствуем я представляю в тот день то есть аннулировалось знаете вот как бы аннулируется все долги один день и одна процедура предложенная Богом один акт как в Египте через ягненка так ежегодно седьмой месяц десятый день месяца искупления праздник лучше ты жил хуже ты жил более достойный человек менее больше молился меньше молился люди были приучены в этот день вас очищают первосвященник входит крапит потом сам заходит чтобы не умереть так это первосвященник он то самый святой самый первый но на всех распространяется эта процедура поэтому когда мы приходим к новому завету и к подвигу Христа это огромное событие и многие из нас все равно идут к Богу путем ну как бы угождение личных достижений ты этого не можешь отнять так построен мир так все живут то есть ты ты как бы растешь по служебной лестнице ты восходишь ты сам себе нравишься ты как как этот фарисей я не такой как прочие люди или как этот мытарь ведь не врет правду говорит он лучше он не такой и я понял что в области самоправедности мы можем правда соревноваться у нас правда разные результаты в области самоправедности согласен один больше преуспел другой меньше один вырос в хорошей семье другой в плохой семье третий на улице вырос учился вообще у плохих людей и в области личных достижений в области самоправедности мы правда разные и у нас даже разное настроение как мы прожили день или неделю или несколько дней это настроение зависит от того как мы соблюдали Божьи заповеди или не соблюдали именно вот этот факт влияет на наше дерзновение перед Богом на наше ум и настроение на нашу оценку других людей либо ты ходишь тихонько ниже травы тише воды потому что наследил где-то либо у тебя такое дерзновение ты такой смелый и это как жизнь показывает не связано с жертвой Христа это связано с личными какими-то результатами как именно я живу ну и этому есть свое место и если Дух Святой если Дух Святой работает над моей душой показывает мне какие-то вещи конечно нужно бежать на голос Святого Духа и устранять эти камни с дороги в отношении с Христом но Христос всегда будет в центре моего поклонения моего восхищения Христос будет всегда объектом моей хвалы Христос будет всегда моим единственным спасителем от которого зависит все в моей жизни мое спасение мое настроение моя радость самоправедный человек это такой тонкий лед где самоправедный человек с ним сложно разговаривать ты чувствуешь именно чувствуешь как на запах превозношения ты чувствуешь что он на тебя смотрит свысока и это в любом религиозном обществе присутствует просто я смотрю что делать дальше время вышло несколько текстов заключения пропускаем посланник евреям 912 первый завет понимаем да первый завет тот что еще моисей заключал или бог через моисея заключал первый завет 918 посланник евреям 918 первый завет был утвержден не без крови даже первый завет не без крови не получается завет без крови должна быть жертва должна быть кровь должна быть кровь без пролития крови прощения не бывает сближение между святым богом и грешным человеком невозможно берут животные невинные у которых нет даже айкью недостаточно осознания добра и зла вообще в нем нет когда мы смотрим на ютубе животные как лев разрывает антилопу знаете что характер в нем нет зла серьезно иногда отец шлепает ребенка в нем больше зла чем у льва который разрывает антилопу потому что в нем нет зла это просто инстинкт животного так живет весь мир и смотрите что делает бог он в ветхом завете вообще запретил употреблять кровь в пищу он сказал кровь сия дословно цитирую бог сказал кровь сия душу очищает я назначил вам ее для жертвенника то есть кровь ты лишаешь животной крови она умирает невинные животные представляете уровень стресса когда этот ягненок мужеского пола бегал в доме жил с семьей дети с ним игрались и на виду всех детей ему отец каменным ножом перерезает горло стачивает его кровь понимаете да вот это все наступает смерть и моя оценка я могу ошибаться но мне думается что бог настолько дорожит даже жизнью этого ягненка что он как бы считается с тем что отнимают жизнь невинного ягненка чтобы покрыть мои пороки ты должен это понимать ты должен это видеть потому автор послания к евреям так говорит если кровь тельцов и козлов делала чистым тело то сколько больше коль ми пачи в русском синодальном кровь Христа который принес себя Духом Святым и пролил свою кровь очистит совесть нашу то есть Бог превозносит кровь Христа превозносит ее настолько высоко что кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел на служение Богу живому истину а первый завет тоже был утвержден не без крови потому что Моисей произнеся все заповеди по закону перед всем народом взял кровь телецов и козлов с водою и шерстью червленную и эсопом и окропил то есть брызгал кровью как самую книгу имеется ввиду книгу закона так и весь народ говоря это кровь завета который заповедал вам Бог также окропил кровью скинию все сосуды богослужебные да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения в заключении смотрите я хочу прочитать два текста они очень важны и мы помолимся я просто знаю что это послание оно может стать сильнейшим основанием для твоей веры ты можешь колебаться ты можешь вырасти в каких-то консервативных кругах где сильное чувство вины ты сильно придавлен к земле или ты можешь не справляться с какими-то вещами и тебе очень сложно жить и есть люди в сильнейшей депрессии находятся продолжительное время в унынии они просто не могут справляться с какими-то вещами в жизни своей с характером с зависимостями и по этому поводу они очень страдают и мне опять же вспоминается Христос когда он молился о Петре он сказал я молился о тебе чтобы вера твоя не оскудела как это понять Христос не сказал Петру я молюсь о тебе чтобы ты не упал вот как это понять он говорит ты отречешься от меня он говорит не отрекусь он говорит прежде чем пропает петух ты удивишься ты успеешь три раза от меня отречься но я молился о тебе не о том чтобы ты не упал о том чтобы ты встал я молился чтобы вера твоя не оскудела ну как бы мы говорим об отречении мы говорим о самой жестокой форме предательства в самый ответственный момент да тебе придется с этим столкнуться и тебе придется верою принять именно твоей верою принять прощение а у тебя хватит веры после того как ты три раза отречешься у тебя хватит веры в Божью любовь и в Божье прощение а вы знаете как дьявол туда бьет а вы знаете притчу Христа о семенах он говорит ко всякому слышащему слово приходит сатана надо же ко всякому слышащему слово Божье приходит сатана и уносит слово из сердца чтобы они не уверовали и не спаслись надо же как он следит за этим процессом потому что прежде чем твой дух слышит слово Божье ты никакой ни ценности не представляешь ни угрозы не представляешь для духовного мира но как только твое сердце слышит слово Бога как только твое сердце забилось как только ты начинаешь верить что за этим словом стоит великий Бог и он за свои слова отвечает дьявол видит о слово попало в сердце оно обязательно вырастет оно обязательно принесет плоды потому он приходит начиная там искушениями богатством кого чем но выбивать это слово чтобы оно оно не выросло поэтому мы говорим сейчас что Христос молился о Петре чтобы его вера не оскудела чтобы Петр встал и поверил что он все еще избранный Богом апостол все еще то призвание не отменяется когда Христос сказал что ты камень я даю тебе ключи царства это не отменяется ну как же историки говорят что к Петру приходило много людей в те времена при сильнейших гонениях на церковь многие люди не справлялись и отрекались от Христа а потом что им делать в петлю они приходили к Петру и Петр им говорил я тоже отрекся и я не справился и меня даже никто не бил я испугался просто этого аргумента этой служанки и я уже испугался потому что я видел как Христа избивали у меня на глазах и я не справился историки говорят что Петр поднимал таких людей возвращал им веру возвращал им веру вставай у Бога много милости вставай вставай я хочу сказать сегодня многим людям вставай у Бога есть Голговский крест у Бога есть кровь его возлюбленного сына вставай не смотри в зеркало что ты там видишь в зеркале свои падения смотри на крест смотри на змея медного который поднял Бог в лице Иисуса Христа там решение наших вопросов последний текст смотрите книга откровения с 12 12 глава с 9 стиха «Низвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаною обольщающий всю вселенную низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним в другом месте написано им не нашлось места мы просто мыслим земными стандартами такими стереотипами не нашлось места это как бы вот в зале все места заняты ему не нашлось места его попросили не так на небе не так на небе не могло нельзя буквально воспринимать что ему не нашлось места на небе я считаю ему не нашлось аргументов там оставаться до смерти Христа до жертвы Христа у него были как бы права аргументы клеветать на братьев говорить против людей а потому что действительно было что сказать я последнее воскресенье в церкви говорил чем мне еще Библия очень примечательно что она не скрывает падений людей казалось бы ну зачем оставлять на страницах Библии то что Авраам соврал то что Давид увел чужую жену эта жена как бы работает против репутации и этих людей и Бога в целом и веры в целом зачем эти вещи надо спрятать даже если они имели место в жизни зачем писать о том что Петр лицемерил в Галатии зачем писать о том что Павел поссорился с Марком и их миссионерские планы распались но Библия удивительная книга она показывает реальную жизнь и она показывает как Бог поднимает этих людей и эти люди остались героями веры и они строили отношения с Богом и Бог выводил из этих тупиков из этих лабиринтов не потому они божьи люди или божьи герои что они не спотыкались и не падали но ты читаешь за Иефая о котором вспоминает автор послания к евреям в перечне великих людей Иефай стоит Иефай рожден это внебрачный ребенок он от блуда рожден его даже выгнали его родственники он убежал в другой город потому что он внебрачный ребенок но он повиновался Богу и много других людей потому Библия не прячет того что мы падаем и мы не должны притворяться в этом смысле что мы совершены потому что лицемерие делает больше вреда в церкви и в мире чем наша честность и искренность мы обычные люди с другой стороны мы имеем дело с необычным Богом который силен поднимать рука его не сократилась чтобы спасать и восстанавливать людей и потому здесь написано что дьяволу не нашлось места ему не нашлось просто аргументов суд закончен все твои аргументы закончились почему раньше были у тебя аргументы в них был вес что же поменялось со смертью Христа читаем внимательно низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним и слышал я громкий голос говорящий на небе ныне настало то есть с этого момента настало ныне вот сейчас настало что-то наступило чего не было раньше ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его то есть есть определенная точка в мироздании в истории человечества это это связано со Христом вот сейчас наступила власть Христа потому что низвержен клеветник братьев наши клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь они победили его то есть дьявола кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти они победили его кровью агнца это на стороне человека это человек может победить или не победить так так в чем же его клевета клевета дьявола не в том что он говорит против меня если я правда что-то натворил это факты факты вещь упрямая это не клевета но клевета его заключается в том что Христос этот грех аннулировал вот это уже клевета потому что Иисус за мой грех умер потому что я склонился у креста потому что я воспользовался кровью Христа потому дьявол говорит о вещах которые перед лицом Божьим не существуют если я пришел к кресту если я обрел прощение потому я читал даже недавно и мы были в той комнате в Германии где Лютер переводил новый завет и ему к нему приходил сатана потому что он делал революцию в 16 веке и Бог его мощно употреблял тогда и там на стене в этой комнате у меня была возможность заходить в эту комнату я думаю вы были кое-кто из вас там осталось пятно от чернильницы он запустил чернильницу в дьявола потому что предстал дьявол перед Лютером и представил ему перечень всех его грехов от юности а Лютер очень болезненно это все воспринимал он жить не хотел так он боялся своих собственных грехов и страстей юности и и Лютер будучи вообще уже живя в этом откровении об оправдании верой Лютер по легенде по сказаниям правда это неправда но такая легенда существует Лютер сказал дьяволу ты забыл еще можешь дописать я еще вот это делал и вот это делал и вот это делал в этот общий список но все это омыло кровь Иисуса Христа я новое творение потому он так сказал если дьявол напоминает вам ваше прошлое напомните ему его будущее вот потому друзья мы имеем дело с величайшим подвигом с которым считается сам Господь на небесах я и и и Продолжение следует...